Исследователи из Института ядерной физики Новосибирского Академгородка научились измерять дозу облучения при проведении бор-нейтрон-захватной терапии. Это перспективный способ лечения раковых заболеваний. Еще 10 лет назад считалось, что получить данные дозиметрии метода невозможно. Однако новосибирцы опровергли это суждение. Александр Ширудила пообщался с учеными. Лаборатория Института ядерной физики, занимающаяся изучением бор-нейтрон-захватной терапии. Именно здесь был построен лучший по характеристикам ускорительный источник нейтронов для клинического применения. Сам метод заключается в том, что в раковых клетках сначала накапливают стабильный изотоп бора, а затем бомбардируют опухоль нейтронами, что приводит к ядерной реакции и гибели клеток. БНЗТ подтвердила свою эффективность и внедряется в клиническую практику в Китае, Японии и Южной Корее. Однако до сих пор никому не удавалось измерить саму дозу излучения. Вот здесь у нас находится свинцовая стена, которая ограничивает нашу область интереса. И именно отсюда рождается излучение при взрыве бора, которое мы не регистрируем. То есть излучение собирается детектором, который находится за той полутораметровой бетонной стеной, которая считает количество событий, что соответствует количеству ядерных взрывов бора непосредственно внутри опухоли. Трудность заключается в том, что в БНЗТ помимо стандартного гамма-излучения присутствуют еще три компоненты – нейтронная, азотная и борная. Последние две считались принципиально неизмеримыми. Однако новосибирские исследователи нашли выход. Использовали детектор, который вроде как не работает в потоке нейтронов. Разместили его в соседнем бункере, защитив таким образом от вредного воздействия. И зафиксировали необходимые данные о количестве ядерных реакций. Новый способ запатентовали и для измерения азотного и нейтронного излучений. Для генерации нейтронов используем литиевую мишень. И при том, что если энергия протонов больше некоторой, то нейтроны генерируются. А если меньше некоторой, то нейтроны не генерируются, генерируются только фотоны, вот гамма-излучения. И тогда мы сделали очень просто. Мы вот под эту мишень положили клеточные культуры и облучали либо только фотонным излучением, либо, увеличив энергию протонов, фотонным плюс нейтроном. Добившись одинаковой выживаемости клеточных культур при двух методах, ученые посчитали разницу между объемами гамма-излучений. Остаток показал воздействие азотный и нейтронный компонент. Учитывая стабильные параметры изначального пучка, расчет дозиметрии позволит медикам прогнозировать перспективы лечения пациентов. А вот соседний бункер здесь монтируют установку для онкоцентра имени Блохина. В Москве уже смонтировали источник ионов. Далее здесь появится ускоритель. После того, как всю систему оттестируют на базе Яфа, ее передадут заказчику уже в следующем году. Это будет первая в России установка БНЗТ для проведения клинических испытаний. Хотя в лаборатории уже успешно лечат домашних животных. С июня, благодаря борнейтронозахватной терапии, в институте помогли четырем кошкам и одной собаке. Александр Шарудила, Константин Менин. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...